Когда в октябре прошлого года мутные люди гарантировали автостопу достойную поддержку, авторы оперативно ломанулись по автосалону. В поисках радости. Но розовая птичка «Бламинго» на бреющем полете сбрила наши надежды. А в скором времени побреет псевдоофициальных представителей в местах не столь отдаленных. А мы решили вспомнить ситуацию, когда нам хотели выкрутить руки. И нас выручил лизинг. Так сложилась ситуация, что в нашем городе машины берут вообще для двух различных стилей. Первая цель – это чтобы машина себя отрабатывала. То есть это грузоперевозки, это межгород, то есть это фуры, это КАМАЗ, Урал, МАЗы. Не важно абсолютно. То есть берут машину, она себя за три года полностью отрабатывает, за нее полностью расплачиваются. То есть мы передаем машину по нулевой цене. Дальше хозяин скидывает ее за любые деньги, за какие он хочет. Соответственно уходит от налогов. Второй вариант, для чего берут. Если у вас предприятие, есть бухгалтер, которого надо везде возить. Зачем убивать свою богом забытую ВАЗ, восьмерку, девятку, десятку, неважно. Если можно взять на организацию, тому же директору, бухгалтеру, какую-то машину иномарочку. В этом случае платить будете не вы, будет отбиваться за нее само предприятие. Через три года эта машина опять же передается предприятию. Дальше вы с ней делаете, что хотите. Лизинг в России это, пожалуй, единственная возможность организовать практически с нуля предприятие и дать ему надежный старт. Вы по банкам ходить пробовали? Шерстяной мохнатый попадос с некислыми процентами, кучей бумажек и головняком на месяцы и годы. При посещении лизинговой компании весь вышеперечисленный ввоз проблем берет на себя автолизинг. Ваша цель – вовремя производить расчет. Давайте начнем с того, что кредитные схемы на Западе отмирают уже достаточно давно. То есть лет пять назад все пришли на лизинг. До нас эта волна только докатывается. То есть почему именно лизинг? Потому что вы с оборотных средств идет платеж. То есть вы не платите налог на прибыль. Соответственно, идут возврат НДС и еще кое-какие хорошие бонусы. Все, без исключения банки, сейчас работают по схеме автокредитования. Но порог его явно недостаточен. При всем нашем уважении к авто, имеющимся в городе, скажем, вам вряд ли удастся за эти деньги приобрести высоколиквидный автомобиль, перешагнувший трехлетний порог. А с учетом того, что не все граждане могут полностью показать, сколько они реально зарабатывают, реальная возможность купить авто в кредит равна нулю. Выход – собственное дело с графой прочей услуги и лизинг. Приведем пример. Возьмем технику X стоимостью миллион рублей. В месяц вы будете платить всего порядка 25 тысяч. Это при условии, что вы берете на три года. То есть, по большому счету, лизинг – это аренда. Вы арендуете автомобиль с последующим его выкупом. Да. Состояние у меня несколько удрученное. Почему? Да потому, что ремонт делать надо. А так, всего лишь 25 тысяч в месяц. И я, да и Максим тоже, может себе позволить, в конце концов, купить доступный и качественный автомобиль. Какой? Да Мазда 6.